То Бог елия, то Бог наш. ПЕСНЯ 12 липня закінчується Петрівський піст. В цей день Свята Православна Церква визначає свято святих першоверховніх апостолів Петра і Павла. Поздравляю вас з наступаючим таким величим праздником. В першу чергу, хочеться сказати, що для мене це особливий праздник, тому що, милостью Божией, по благословленню правящої архіреї, Високопричайнішого митрополіта Николаївсько-Ачаковського Петерима, я являюсь також і настоятелем прихода святих першовних апостолів Петра і Павла з села Виноградовки Баштанського району. Також хочеться сказати, що цей пост, Петров пост, ми посвящаємо святим першовним апостолам Петру і Павлу і остальним апостолам, тому що в следующий день, після дня апостола Петра і Павла, празднується собор 12 апостолов. І в цьому ввели больша суть. Ми посвящаємо цим самим святим людям на земле, тому що церковь едина, святая, соборна і апостольська. Тобто, як Господь сказав, ти Петер, і на сім камінь соз'їжджу церковь мою. І апостольство – це той камінь, це то основання, яке нам дало силу жисть, яке розвило церковь во времені благодатью Святого Духа, тому що благодать Святого Духа в виде огненных языків на Святу Троїцю снизошла на всіх святих апостолів Престу і Богородиці, і вони через дар рукоположення, як повествують святой приховний апостол Павел, розгрівая цей дар рук своїх, вони передавали її епископам і священникам вплоть до нашого определенного времени. І церковь святая руководствується именно апостольськими постановлениями, апостольськими правилами в своїй жизнедеятельності, в своїй земному і небесному существований. Святой апостол Петр і Павел, почему вони називаються первоверховними апостолами, це не тому, що вони перше місце займають, скажімо, зрази прочих, ну, як, скажі, посаду займають, да, якогось дознасть займають зрази прочих апостолів, а тому, що вони більше всього, більше інших людей потрудились в благовествовуванні святого Евангелія, в благовествовуванні Христову. Ібо апостол в переводі з греческого означає посланник, то є це ті люди, які були послани благовествувати Христу. Ви знаєте, благовествувати Христа язычникам і іудеям, вообще всім людям, всему миру. Якщо ви, наприклад, братья і сістрі, ви пишете кратко, чисто географічні путешествия святых апостолів, наприклад, даже Петра і Павла, ви дивитесь, є великі обширні географії їх путешествий. Наприклад, представьте, то время, представьте, те транспортні средства, те путісообщення. Наприклад, святой переховний апостол Петер, він путешествував і був і в Іерусалімі, і був і в Британії, був і в Іспанії, і в Римі, і в Африкі, і в Єгипте, і візді він успіхав благоствувати на Сарацаках. Почему? Тому що імі двигала благодать Святого Духа, імі двигала ревність в Богі. І ось, якщо ми кратко становимося на житті, наприклад, того переховного апостола Петра, це два переховного апостола, які були призваны. Вони два брата, іоніны, то є вони сінов'я Іоні. Це був такий рибак із міста Вівсяїда, який знаходиться на берегу Галилейського озера, чи Генесарецького озера, який до сих пор є в Ізраїле, на востокі Ізраїля. І ось, це два брата, Петер і Андрей. І вони були учениками того самого Іоанна Крестителя. І коли Христос прийшов призвати їх на море Галилейське, то вони в це время ловили рибу. І вони дуже утомились, вони нічого не поймали в цей день, в цей ніч. І коли Господь прийшов, він сказав Петру, «Закинь ще раз невод в море». «Но Петр Татилерич ничего не поймал, «Зачем я буду його закидывать?» «Но Господь йому повелел». І він закинул невод в море. І в неводі стільки було риби, що сеть едва не прорывалась. І коли він вже цю сеть опустил на землю, він зрозуміло, що перед ним Бог. І він в ужасі упав на колені і сказав, «Отоді від мене, Боже, тому що я людина недостійна. Але Господь його призвал. І це призвання було велике і свято. І ось як интересно повіствують об цьому священномученик Григорий Шлиссельбургський. Віде в Євангелі немає ні одного проходного слова. І ми... Почим Господь... В якому... В удивітельному моменті він призывает Петра. Він работает, чинит сети, ловит рыбу. Плывет на лодке. І в цей момент він призывається. То есть, що ми видим? Ми видим то, що людина трудиться. Як пишет священномученик Григорий в своїй проповіді на день Всех святій землю Русської просиявших і на Євангельське чтення, котре було в цей день, то Господь приходить к людям труждающимся, які його любят і які його іщуть, які полыхають отими страстним, алчущим, і жаждущим правды серцам, які пытаються понять, «Идіть за Мною», після чого Христос дал Ему таке прозвище? Після того, коли первый раз в жизни, первый раз в мире Христа исповедували як Бога. За кого ви не впринимаєте, спасив Христос. І Сімон відповідав, «Ты, Христос, Сын Божий. За це сказав Господь, ти назовешся Петром, то іс камнем, і на цьому камні я созвислю церковь свою». І в цій удивітні слова він с цих пор став кифрой, по-єврейськи кифра – це камінь, і по-єврейськи камінь – це Петр. І воно став апостолом Петра, ми знаємо, що він отрекся от Христа трижди, Это известная всем история. И он был потом принят в лоно Христово самим Господом, когда Господь сказал ему «паси агнцев моих», когда он увидел воскресшего Христа, когда он опять ловил рыбу в Генесарецком озере, тоже удивительное событие, повествование о ревности Петровой, когда он увидел Бога, то он не стал ждать, пока лодка причалит к берегу. Он перепоясался эпендитом, то есть, чтобы не быть нагим, он ловил рыбу, очевидно, обнаженным до пояса и поплыл. Он не мог вытерпеть, когда лодка пристанет к берегу. Он хотел видеть Христа, хотел разговаривать с ним. И вот эта ревность о Боге, пламенность любви его Петра о Боге, она его очень-очень отличала, очень сильно. И вот он каждое утро, как повествует за утреннюю, каждое утро по крике петуха он просыпался и плакал. И его ученик, святитель Климент, первый римский епископ, третий, вернее, римский епископ, он повествует о том, что его глаза всегда были красные от слез, потому что он всегда каялся и вспоминал свое отступничество от Христа. Но он очень много потрудился и сделал ради Церкви Божьей и был распят в Риме в 67-м году, и у него было такое великое смирение, что он был распят вниз головой, потому что он не хотел уподобиться Христу. Поэтому мы празднуем 12 июля его память. Святой первиховный апостол Павел, его жизнь также удивительна, потому что он был ревностным гонителем и убийцей христиан. Но Господь увидел его сердце, он увидел, что Саул, так его звали по-еврейски, он гонит христиан не из-за власти, не из-за денег, не из-за того, что как фарисеи и книжники чувствовали конкуренцию христиан, что они хотят отобрать людей, отобрать паству, отобрать деньги, власть отобрать, да, как бы верховных правителей, но он чувствовал, что он просто искал истину, искал Бога. И Господь, конечно, ему явился во свете, Павел ослеп, Господь сказал ему, Саул, трудно тебе идти против вражена, да, и Саул с этих пор стал христианином. И он в Дамаске был крещен и стал вместо Саула святым первоховным апостолом Павлом. И что самое удивительное, Паулюс, в переводе с латыни, какое было смирение великое у человека, Паулюс означает маленький, меньший, маленький, малыш. То есть мы видим, что он из смирения назвал себя самым меньшим из апостолов. И в итоге он стал самым большим из апостолов, потому что, наверное, никто из апостолов не потрудился и столько трудов не претерпел, сколько претерпел и святой первоховный апостол Павел. Он и в море тонул, и был побиваем камнями много раз, и как бы был спущен с корзиной по стене, когда за ним гнались, и был в узах, и оковах, и все это за Христа. И он говорит удивительные слова, которые выражают его плавно в любой обозе. «Я хочу разрешиться от этой жизни», — сказал он в послании. «Ну, просто для вас полезнее, чтобы я оставался с вами, потому что смерть для меня приобретение». Почему для него была смерть приобретение? Потому что в смерти он соединялся со Христом, с возлюбленным своим Господом, которому он ревнослослужил. И поэтому они для нас являются огромными великими светочами, святой первоховный апостол Петр, святой первоховный апостол Павел являются для нас огромными светочами этой жизни. И мы должны хотя бы хоть немножечко зажигаться от этой любви и понимать, что этот мир со своими наслаждениями, благами, страстями и так дальше, и так дальше, он не даст самого главного, который получает человек, как писал тоже святой первоховный апостол Павел, что они и скитались, и были побиваемы, и их усекали мечом, они скитались в пещерах, те, которых сам мир не был достоин. Почему они это делали? Потому что они знали, что высшее наслаждение и высшее блаженство человека — это соединение с Богом, и это мир обозья. Поэтому святые первоховные апостоли Петре, святые первоховные апостоли Павле молите Бога о нас, чтобы мы ревностно служили Богу и стояли в единой святой соборной апостольской церкви.